МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приоритеты расставлены. Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию Российской Федерации. Новый день, новые испытания. В Чебоксарах проходит второй день чемпионата рабочих профессий. В память о защитниках Родины в России отмечают День неизвестного солдата. Сегодня в Москве с ежегодным посланием Федеральному собранию выступил президент России Владимир Путин. На оглашении послания присутствовал и глава Чуваши Михаил Игнатьев. В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца работала наша съемочная группа. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Своё ежегодное послание Федеральному собранию президент России по традиции оглашал в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В этом году сюда было приглашено более тысячи человек. Это и депутаты Государственной думы, и члены правительства, и руководители регионов. В первых рядах на послании президента сидели боевые летчики, которые сейчас помогают сирийским войскам уничтожать запрещенную в России организацию ИГИЛ. Борьба с терроризмом сейчас выходит на первый план, отметил Владимир Путин. С теми, кто угрожает России, будет вестись самый жесткий разговор, подчеркнул президент. В частности, в правительстве намерены существенно расширить санкционный список против Турции. Цитата Путина, они не отделаются только помидорами. В своем послании президент остановился и на теме импортозамещения. Сегодня Россия может предложить, и есть варианты решения действительно хорошего экспорта, в том числе и это касается промышленности, потому что сегодня действительно возможности есть для того, чтобы преодолевать какие-то санкционные решения в мире и все-таки предлагать и нашим партнерам, и по СНГ новую продукцию и качественную продукцию. Хорошие новости Путин озвучил и для предпринимателей. В стране намерены усилить поддержку машиностроительной отрасли, а также легкой и автомобильной промышленности. Отдельная тема президентского послания – развитие регионов. Субъекты страны должны улучшать свой инвестиционный потенциал, отметил Владимир Путин. Сегодня экономика вышла на первый план. Ну, кроме внешнеполитических вопросов, вы заметили, что это первое послание, в котором сначала говорилось об экономике, а потом о социальных проблемах. Потому что, когда все ничего в экономике, то можно говорить о том, как улучшать жизнь народа – это самое важное. Но когда все в экономике не очень, то прежде всего надо понять, где мы будем зарабатывать деньги, для того, чтобы население жило лучше, чтобы правильно проводить социальную программу. Поэтому сегодня главный упор на экономику. Я вижу, что в Чувашии развивается. Там много интересных проектов, особенно в сельском хозяйстве. Вот сейчас там начинаются проекты, я слышал очень активно по СОЭ. Нас тоже это интересует. Это очень важное направление в сельском хозяйстве. Сегодня президент отметил особенно, очень долго и очень детально говорил о сельском хозяйстве. Это очень важное направление. И я думаю, что Чувашия станет одним из лидеров в этом направлении. От экономики к социальной политике. Владимир Путин отметил, что в стране еще на два года будет продлена программа материнского капитала. Продолжится строительство школ, детских садов, необходимо развивать и агроотрасль. Касаясь сферы образования, здравоохранения, других сфер, школы будут строиться. То, что мы сказали, федеральные средства будут выделять уже в 2016 году. Мы к этому готовы. Мы будем участвовать в этой федеральной программе. Это для нас всех большая радость. Потом по учреждениям здравоохранения, мы вот 100 ФАПов построили, как раз он сказал, под видом оптимизации мы закрываем отдельные учреждения, но в отдельных регионах. Тем самым потом люди ездят за 100 километров для того, чтобы получить первичную медицинскую помощь. 50 ФАПов обещали, будем это строить. Следующий год, отметил Путин, для страны будет непростой. Жителям России предстоит выбрать депутатов Госдумы. Президент потребовал провести честную избирательную кампанию. Приоритеты расставлены. Послание президента должно стать стратегическим документом, на которое местные власти будут опираться еще, как минимум, весь следующий год. Андрей Ковалев и Андрей Шуклев. Республика. Из Москвы. Свою речь, продлившуюся 58 минут, Владимир Путин завершил словами «Вместе мы обязательно добьемся успеха». Конечно, каждый в послании президента России услышал важное для себя. Для меня основной мыслью, сердцевиной послания Владимира Путина стали зачитаны им слова великого русского ученого, химика Дмитрия Ивановича Менделеева, который сказал, что раздрозненных нас сразу уничтожают. Наши силы в единстве, в воинстве, в благодушной семейственности, умножающей прирост народа. Эти слова сегодня очень актуальны. Россия готова к партнерству, но адекватно отвечает на предательство. Это послание, по-моему, это призыв к консолидации всех здоровых сил общества к планомерной работе по развитию страны, ее экономике, в новых условиях, непримиримой борьбой с терроризмом, внешнего давления. Меня, конечно, интересовали вопросы здравоохранения. И действительно, мы услышали, что с 1 января 2016 года в нашем здравоохранении полностью будет в системе медицинского страхования, что, наконец-то, реструктуризация системы здравоохранения должна проводиться очень внимательно, и что нельзя поселенные пункты оставлять без единственного фельдшерского пункта. И я думаю, что вот то поручение, которое было им дано, что к 1 марта должны быть определены конкретные мероприятия по здравоохранению, то есть какие учреждения здравоохранения должны быть на той или иной территории. Это поможет и регионам создавать достаточно эффективную систему здравоохранения. Ярослав Гашик говорил, хороший юрист может так подать факты, что вы реально поверите, что человек укусил собаку, а не собака человека. Сегодня представители этой профессии отмечают профессиональный праздник. Адвокат, прокурор, нотариус, юрист-консульт, трудовой или налоговый инспектор. Названий и специальностей много, суть одна – это юристы. И хотя сейчас молодым людям советуют идти учиться на инженеров, хороший специалист по законодательству без работы сидеть не будет. Профессия юриста – чрезвычайно ответственное дело. Люди в вашей профессии отвечают за притворение в жизнь идеи справедливости и принципов законности. Отрадно, дорогие коллеги, что представители высшего руководства страны – это дипломированные юристы. В современной России день юриста отмечают с 2008 года. 3 декабря – дата не случайная. В этот день, еще в 1864 году, в России была принята серия судебных актов и других законодательных актов, которые стали основой судебной реформы. Сегодня юристы получали награды, слушали напутствие и пожелания. Прежде всего – справедливости. Но пока общество далеко от идеала, всегда будут пострадавшие от беззакония и произвола. А значит и те, кто встанет на его защиту. В Чебоксарах состоялось четвертое заседание Молодежного совета ПФО. Одна из обсуждаемых тем, насколько эффективно работают программы в области патриотического воспитания. Главной темой обсуждения стало участие молодежных объединений в организации патриотической работы. Участники Молодежного совета были единодушны во мнении. Сейчас нужна новая стратегия патриотического воспитания. Патриотическим воспитанием занимаются все. Министерство образования, Министерство культуры, спорт, органы по делам молодежи, военно-патриотические клубы, САФ и так далее. На самом деле нет единого понимания, единого подхода структуры, возможно, патриотического воспитания в регионах, в стране. И в настоящее время в регионах это выглядит следующим образом. Созданы координационные советы по патриотическому воспитанию, которые больше выглядят как формальная встреча с докладчиками. Нужно изменить эту ситуацию и определить единые подходы в планировании, в структуре патриотического воспитания и работы с молодежью. В настоящее время, которое нельзя назвать легким, приоритет в работе с молодежью, патриотическому воспитанию молодежи очевиден. И если не мы будем заниматься молодежью, ей будут заниматься другие. Сейчас на федеральном уровне разрабатывается программа патриотического воспитания молодежи, которая будет работать до 2020 года. Все мероприятия для подрастающего поколения должны быть в первую очередь интересны им. Но, конечно, нельзя забывать и о традиционных. Уникальным проектом хочу подчеркнуть и хорошей практикой для других регионов Приворска и Федерального округа может стать акция «Уроки мужества». И в рамках 8 мая одновременно во всех школах и классах Чебоксар и в других школах сельской местности проводятся эти уроки. 1 800 студентов провели в этом году со школьниками беседу о переломных битвах войны. Пересказали детям воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны о человеческих взаимоотношениях и взаимовыручки в суровые военные годы. В ходе акции было также роздано 45 тысяч георгийских лет. По мнению Михаила Игнатьева, Чувашская республика – одна из немногих, где военно-спортивные игры «Зорница и Орленок» регулярно проводятся на протяжении 47 лет. В этих играх ежегодно принимают участие до 30 тысяч школьников. Много детей занимаются в различных спортивных секциях. Популярными в среде молодежи стали волонтерское и поисковое движение. Активно развиваются окружные инициативы. Михаил Бабич отметил, что в условиях непростой внешнеполитической и экономической обстановки важно помочь молодежи реализоваться именно в своей стране. В этом смысле центром такого воспитания должна стать школа. Центром молодежной политики, центром молодежной жизни должна стать школа. Она самая доступная, она самая понятная. В ней сегодня все эти функции и так сосредоточены. И культура, и спорт, и образование, и воспитание батриотизма, и походы, и так далее. И вот мы сейчас постараемся сделать так, чтобы школа стала действительно центром молодежной жизни. А уже дальше от школы, соответственно, вузы, ну и все другие возможные институты, которые участвуют сегодня в молодежной политике. Члены молодежного совета ПФО высказали немало идей по патриотическому воспитанию. Такие встречи помогают выработать системный подход, обменяться опытом, найти новые решения. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Работа в молодежных объединениях дает молодым людям большой опыт, независимо от того, чем они будут заниматься в будущем. Политикой, наукой, творчеством. Чемпионат рабочих профессий набирает обороты. На базах Чебоксарского электромеханического колледжа и механико-технологического техникума прошли испытания по трем компетенциям. Новые задания, новые испытания. Как с ними справляются участники в нашем материале. Сейчас будем подключать оборудование, которое находится в другом филиале здания, то есть в центральном офисе. Аналогичным образом подключаем наш мышечизатор к коммутатору, для того, чтобы опять успешить доступ ПК уже в другом филиале. Участники в направлении сетевой и системной администрирования настраивают удаленную работу и подключают все компьютеры к единой сети. Маршрутизаторы, коммутаторы, кабели. Все максимально приближено к реальным условиям. Накануне ребята собирали железо. В компетенции соревнуются пять участников. Все студенты чебоксарских и новочебоксарских учебных заведений. Никита Ильин уже побеждал в республиканском этапе на прошлом чемпионате. В этот раз решил превзойти свой успех. Здесь реальное железо, реальное оборудование ЦИСКО, которое достаточно дорогостоящее и которое достаточно сложно. Поэтому при работе с таким оборудованием получаешь некий опыт, который потом может пригодиться. Веб-дизайн – молодое направление чемпионата. Соревнования проводят всего во второй раз. Ребята выполняют три вида модулей, разрабатывают дизайн сайта, занимаются версткой и программированием. Участники уже создали информационный интернет-портал для молодежи «Мы студенты». В принципе, мне пока было не очень сложно, но тут очень много работы. Пять участников, пять проектов. Все задания рассчитаны на универсалов. Экспертному совету предстоит выбрать лучших из лучших уже сегодня. В чистом виде веб-дизайнера нас не интересует. Нам нужны специалисты универсальные. И область универсальных технологий, она такая, что постоянно развивается. И специалист должен быть довольно-таки коммуникабельным, развитым, постоянно самосовершенствоваться. Чебоксарский механико-технологический техникум принимает соревнования впервые. Новая площадка – новая компетенция. В программу чемпионата вошла одна из самых творческих специализаций – графический дизайн. Ее сразу же заняли девушки. В конкурсе нет ни одного парня. Участницы разрабатывают фирменный стиль «Союза строителей Чуваши». Я выбираю по своему вкусу. Смотрю, как цвета сочетаются, как гармонично смотрится картинка с рядом с текстом. Основные цвета я взяла желтый и красный, потому что они являются нашими символическими цветами. Одно из условий заданий – использовать цветовых решений всего два цвета. Логотип, визитки, буклеты, фирменные бланки – все в единой концепции. Рекламный бренд компании создается от и до, начиная со шрифтов и заканчивая футболками. Ну, подготовка ребят, безусловно, хорошая. Ну, можно сразу сказать, что нет предела совершенства. Тем более, они только начинают. И вот этот конкурс, вот этот конкурс WorldSkills является одним из этапов совершенствования их мастерства. Татьяна Леонтьева, Расиль Махаметов, Республика. Сварка металлов, работа на станках с числовым программным обеспечением. Обязательное направление на чемпионации рабочих профессий. Человеку, который отдаленно знаком со сваркой, кажется, что это искры, брызги металла и больше ничего. На самом деле, хороший сварщик должен знать материалы ведения, основы физики и электричества, понимать процессы, протекающие в металле под воздействием давления и тепла. Сварка неповоротного стыка трубы, сосудовысокого давления и аргонно-дуговая сварка алюминия и нержавеющих старей. Все это должны уметь делать участники чемпионата. Критерии, много критериев. Это, во-первых, соблюдение техники безопасности, выполнение требований чертежа, производительность сварки. Ну и, конечно, соответствие стандартам. И главный критерий у нас будет, это герметичность тех сосудов, которые будут свариваться. На сегодня сварка – основной способ соединения деталей при изготовлении металлоконструкций. Оглянитесь вокруг, современный мир полностью держится на металле. И пока человечество не придумало ничего взамен, профессия сварщика будет востребована. Все это прекрасно понимают участники состязаний. Привлекла она с высоким спросом на рынке труда, высокой заплаты, интересная работа. Самое было это для меня трудная вакуумная система, потому что стоит здесь 13 элементов, и все швы по-другому, другие участки, такие сложные не были. Если сварщики по металлу соревнуются между собой с момента участия России в чемпионате WorldSkills, а это уже четвертый раз, то состязания по токарной работе станков ЧПУ проводятся впервые. Ребятам предстоит выполнить задание, сделать и изготовить деталь. Им предоставляется заготовка, вся оснастка, станок, инструмент. Они должны самостоятельно собрать весь инструмент, установить его на станок, установить заготовку и полностью изготовить деталь по чертежу, написав правильную программу. 30 минут на написание программы, потом налаживание станка и изготовление детали. На все про все участнику дается 3 часа. В итоге деталь должна быть максимально приближена к оригиналу. За каждый замер начисляются баллы, побеждая тот, кто наберет наибольшее количество. Деталь довольно сложная. Сложность изготовления в этом чертеже является определение некоторых квалитетов, справочником шероховатостей, некоторых параметров. В основном время уходит на это. За работой каждого участника наблюдают не только эксперты, члены жюри и преподаватели. В этом году в составе комиссии появился новый человек, тим-лидер. Его задача следить за эмоциональным состоянием каждого конкурсанта. Ситуация, когда не выполняется какая-то работа, приводит у них, конечно, к стрессовым ситуациям. Вот моя работа, это сгладит стрессовую ситуацию, направить их, где можно подсказать, где-то успокоить, где-то похвалить. Поможет ли присутствие на площадке тим-лидера увеличить шансы на победу? Это мы узнаем совсем скоро. 4 декабря станут известны имена победителей, тех, кто представит Чувашию на следующем этапе. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня Международный день инвалидов. По данным Всемирной организации здравоохранения, 15% населения планеты имеют какие-либо формы инвалидности. В Чувашии проживают 86 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. Около 4,5 тысяч – дети. В Чувашии, как и в России, в целом уделяется большое внимание повышению качества жизни людей с инвалидностью. С 2011 года действует программа «Доступная среда». И благодаря ей в государственных и общественных учреждениях, библиотеках, музеях, магазинах появились специальные приспособления для маломобильных граждан. Незрячие люди стали увереннее чувствовать себя на городских улицах после того, как перекрестки и остановки общественного транспорта оформили тактильной плиткой. Особого внимания заслуживают гаджеты для слепых. В последнее время, кроме говорящих книг, появилась целая линейка всевозможных приспособлений, помогающих им почувствовать окружающую жизнь. Жестовый язык получил особый статус. Кроме того, для инвалидов по слуху широко используются визуальные средства. Например, программа национального телевидения «Чувашии» выходит с бегущей строкой. Перечень можно продолжать, но все эти средства и приспособления не заменят людям с ограниченными способностями здоровья человеческого общения. Научиться сострадать, а не жалеть, считать их равными, а не снисходить, любить, а не терпеть – эта трудная задача решается все успешнее. Достаточно одного примера. В 2012 году в семье было устроено 12 детей-инвалидов, оставшихся без попечения родителей. В 2014 – 33 ребенка. А в этом году дом, любовь и заботу обрели 35 сирот с ограниченными возможностями здоровья. Семьи, где воспитываются дети-инвалиды, теперь смогут тратить материнский капитал на покупку товаров и оплату услуг социальной адаптации. Об этом говорится в законе, который накануне подписал Владимир Путин. Закон вступит в силу 1 января 2016 года. Деньги можно направлять на реабилитацию как родных, так и усыновленных детей. В распоряжении родителей будет 475 тысяч, да такой суммы увеличит капитал в следующем году. На эти средства родители смогут приобрести специальные пандусы, сделать поручни в квартире, функциональные кровати, клавиатуры со шрифтом Брайля и так далее. Покупку необходимо будет подтверждать договорами купли-продажи или чеками. Сегодня день неизвестного солдата. Памятная дата учреждена в прошлом году по инициативе участников поискового движения. Именно 3 декабря 1966 года останки безымянного защитника Москвы были перенесены из братской могилы на Ленинградском шоссе в Александровский сад кремлевской стене в Москве. Спустя полгода в мае 1967 на могиле неизвестного солдата зажгли вечный огонь. Факел с Марсова поля везли из Ленинграда в Москву солдаты и офицеры Таманской мотустрелковой гвардейской дивизии. На Манижной площади горящий огонь принял герой Советского Союза Алексей Моресьев. А у самого монумента передал его генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. Отдельная история и у надписи на могиле. На дне работали сразу три поэта и один писатель. Сергей Михалков, Сергей Наровчатов, Константин Симонов и Сергей Смирнов. Именно они поставили свои подписи под словами «Име его неизвестно, подвиг его бессмертен». И лишь поздним вечером, накануне Дня Победы, первый секретарь Московского горкома партии Николай Егорычев позвонил Михалкову и предложил сделать эту надпись обращением всех живых ко всем павшим. «Име твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Таким образом, памятник, который открывали к 25-летию обороны столицы, стал не московским, а всенародным. Всего же после Великой Отечественной войны и до наших дней пропавшими без вести считаются более 4,5 миллионов человек. Кризис – это не только время потерь, но и время свершений. Выигрыши остаются те, кто в трудное время увидел новые возможности и начал действовать. Как Россия развивается в сложный экономический период с помощью IT-технологий? Ответ на этот вопрос знают участники форума IT-Link 2015. Репортаж об этом смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До свидания. Одна из крупнейших IT-компаний региона «Инфолинк» второй год подряд проводит уникальное для Чувашии мероприятие – межрегиональный форум об информационных технологиях в бизнесе – IT-Link 2015. Принять в нем участие совершенно бесплатно может каждый. У нас будут организованы три площадки. Техническая площадка, деловая площадка и площадка, которая у нас будет в этом году новая. Она будет называться «ИТ и власть». На данной площадке будут представлены у нас мир информполитики Чувашской республики, отделка МВД Чувашской республики, будет представлено управление антимонопольной службы и многие другие интересные структуры федеральные. Помимо образовательных площадок можно будет посетить выставку. На ней будут представлены последние разработки сферы IT. Предложены готовые технические решения, которые организации смогут использовать в дальнейшей работе. Опыт проведения таких мероприятий в республике невелик. Познакомиться с новинками технологий возможно только пощупав их в реальности. Не все могут позволить себе выехать на выставки в крупные города, а здесь крупные города приезжают в наш регион, и это можно сделать очно. Мы хотим, чтобы компании нашей республики, компании нашего города, компании нашего региона в том числе, получили тот бесценный опыт, который можно получить на этом форуме и использовали его в дальнейшем в своей деятельности. Мы хотим, чтобы они стали успешными. По сравнению с прошлым годом на форуме в два раза увеличилось количество площадок. Ожидается и намного больше гостей. А это возможность за один день завести десятки деловых знакомств. Эксперты расскажут, как следовать IT-трендам, увеличить прибыль и автоматизировать бизнес-процессы. На нашем форуме выступят представители крупных мировых фирм, таких как ZIXEL, TREND MICRO и будет также представлен Мегафон. С более подробной информацией форума вы сможете ознакомиться на нашем сайте forum.defis.it.link и сможете также пройти там регистрацию. Уважаемые директора предприятий, технические директора, IT-специалисты нашей республики, приглашаем вас на данное мероприятие, которое состоится 10 декабря в здании Национальной библиотеки. Ждем вас, будет интересно и весело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова